Друзья мои, приветствую всех на канале Просто Дима. Ну что, я сегодня в Минске и, ребята, за моей спиной находится самая крупная в Республике Беларусь площадка по продаже конфискованных авто. Это торговый дом Восточный, город-герой Минск, улица Уручская, 27. Сейчас мы посмотрим, что в данный момент находится на этой площадке. Попытаемся посмотреть цены. Погодка, сами видите, такая прямо, ну не очень для съемок, что ли, можно так выразиться. Но уже раз приехал, обзор по-любому сделаем. А вы пока перед началом обзора, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее. В общем, все, друзья, как обычно. Начинаем делать обзор. Машины тут, машины тут в такой ценовой категории, грубо говоря, от 500 рублей до, там, бывает до 100, даже до 200 тысяч рублей. Но, скажем так, есть тут одна интересная машина, которую я вам покажу. Ну, не буду пока открывать завесу тайны, что называется. Очень интересная машина, очень редкая. Практически музейный экземпляр. Ну, не буду забегать вперед. Посмотрим. В общем, сами видите, все такое снежком припорошено. Если что-то такое страшненькое, особо заострять внимание не будем. Если что-то поинтереснее, будем останавливаться подольше. Мороз. Не знаю, насколько выдержит техника. Уже, как говорится, как будет, так будет. Камрюха, ребята, правда, не 3,5, а 2,4. 2006 год 22 377 рублей. Все цены буду, само собой, называть, ребята, вам в белорусских рублях. Если вы смотрите из другой страны, из другого региона, пожалуйста, перемножайте на свой курс. Двухлитровая бензиновая honda frv 2005 год 18 252. Ну, такой прикольный минивэн от honda. Спереди три места пассажирских. Значит, кто первый раз попал на мой канал, сразу хочу сказать, что тут продаются машины, конфискованные за различного рода нарушения, правонарушения, даже преступления иной раз, за контрабанду, за наркотики. Ну, в общем, за всякие нелегальные, нехорошие дела. HSC5 2001 год, 2,5 дизель, ребята, 13 500. Универсал. Рестайлинг, передние парктроники, кожаный салон, автомат. Сзади парктроники. Ну, понятно, машинка возрастная, лицеидиски. Ауди у нас любят, 13 500. В принципе, это сколько получается? Курс у нас сейчас примерно 3 рубля за доллар. Где-то 4 с копейками. Ну, да, плюс-минус цена рыночная. Сценник, ребята. И вот стоит табличка продана. 2011 года 1,5 дизель 25 887 рублей. Его была стартовая цена. За сколько ушел, не знаю. Белый Лексус, ребята. Белый Лексус. ЕС 350. 2012 года. 3,5 дизель 36 288 рублей. Ну, плюс-минус где-то 12 тысяч долларов. Кожа автомат. Ну, видно, видно, что давно он стоит. Хотя резина зимняя стоит. И резина хорошая такая. Дальше идем на приемки Ford Mondeo. Ну, на приемке. Это значит, в ближайшее время появится он в интернете. На сайте торгового дома Восточный. Еще одна А6. Кузовец И5. Ну, это уже дорестайлинг. 98 год. 2,4 бензин. Седан, ребята. 10 600. 10 600. Это плюс-минус 3 тысячи с небольшим долларов. Литые диски. Тоже резина еще может быть. На механике, кстати. На тряпичном салоне. Так. Белорусско-китайский или китайский автопром Gili SC7. 2013 год. 7472 рубля. Вот так вот выглядит Gili. Капот уже подгнил. Но на литых дисках. Еще один представитель концерна Gili. Только это уже паркетник. Их 7. 2014 года. 282 тысяч пробег. 2,0 бензин. 21 992. Салончик уже такой подтертый. МЛ-ка, друзья. Мерседес. 3,2 бензин. 8 800 за 2001 год. Ну, понятно, кожа автомат. Это же все-таки премиум, можно сказать, немецкий. Но не без изъянов, конечно. Вот на крыльях, сами видите, уже на торцах дверей. Жуки, арки подгнившие. Ну, Мерседес как Мерседес. Еще один Gili SC7. 2014 года. 1.8 Бензин 14 280. С-80, ребята. Вольво. 2007 год. 3 литра бензин. 29 268 рублей. Уже в сугроб превратилась эта Вольво. Но красивый, светлый, бежевый салон, автомат, деревянные отставки. Самый настоящий швед. Кузов седан. Еще одна Audi. Еще одна Audi в кузове C5. Что это было? А6, C5. 2.5 дизель. 98 год. 10 500. Ну, как бы 10 500. Это уже, да, это уже поинтереснее. Цена. Вот видите, как цена интереснее. Сразу и купили. Рено Дастер. 15-го года. 1.5 дизель, ребята, что интересно. 31 тысяча 6 рублей. Ну, дизелек, я думаю, купят. Литые диски. Салон, что ли, кожаный. Даже или чехлы такие. Механика. Ну, за десятку, мне кажется, Дастер 15-го года можно брать. Ну, плюс минут дизельный, я имею в виду. Немножко бампер подвыскочил, но ничего страшного. Пасек. Кузове B6. 2.4 бензин, ребят, 2007 год. 22 тысячи 592 рубля. На кожаной автомате. Ну, на DSG. Ну, странно, они редко с таким мотором. Обычно там шли 2-х литровые. Или бензиновые, или дизельные. Там 1.8, ну, как бы 2.4. Какая-то, видно, топовая комплектация. Так, вот это, как оно, Viana или Vaneva. Mercedes, ну, что-то ценника не вижу. Ребята, а минивэн, похоже на приемки. С неплохим таким достаточно еще салоном. Ну, туда не пойду, потому что утону в снегу. Немножко вопросы по арочкам. Тонированные. Тут вот на зеркале коцко. Ну, так, визуально Визуально еще даже ничего Такое, ребята, на литье. Посмотрите, какой салончик хороший. Ну, видимо, особо его не ушатывали. Ну, ценника нету. Возможно, на приемке машина Плюс-минус пару дней появится. Так, это Ford на хранении. Не вижу смысла. Туран, ребята. 2100 год, 1.6 бензин, 500 тысяч пробег, 23 432 рубля. Ну, да, на что-то цены есть более-менее нормальные, на что-то не совсем адекватные. Вот, кстати, Duster бензиновый 2013 года, двухлитровый, и цена уже 21 780 рублей. Ну, тут что-то какая-то беда с крылом. Что-то его тут рихтовали, рихтовали, и не очень качественно. Полик, полик на хранении, полик на хранении, на литье, такой высокий, ничего такое еще на вид. Так, тут уже подешевле пошли тачки. Hyundai Lantra, 97 год, 990 рублей. Вот такой вот, ржавенький. Ладно, друзья, не буду вас долго томить. Собственно говоря, какая меня машина тут интересовала больше всего, это вот, ребята. Вы посмотрите, какой красавец. Вы посмотрите, какая, какая, блин, редкая, уникальная, я бы даже сказал, для наших широт машина. Это Chevrolet Corvette, 76 года выпуска, ребята. и цена 166 тысяч 500 рублей. чтобы примерно вы понимали, если перевести в доллары, это плюс-минус, где-то, наверное, больше даже 50 тысяч долларов. Но, ребята, смотрите, какая машина. Stingray. Ну, понятно, кожа автоматом, еще такие вот хромированные накладки на диски. Если мне память не изменяет, по-моему, за контрабанду наркотиков он был задержан. В общем, немножко с криминальным прошлым машина, но какая редкость. Да, конечно, такая машина должна храниться как минимум под навесом, а еще лучше в теплом гараже. Это все-таки, на мой взгляд, это листовлетворение Майами или Калифорнии. Классный аппарат, друзья. Ну, блин, давно я такого в конфискате не видел. Ford, кстати, на приемке. S-Max. Да, ну вот, Тузик охраняет его. Ну, это тоже посмотрим, только чуть позже. По мототехнике, смотрю, совсем мало. Так, ну, тут уже машины немножко пошли побюджетнее. Как правило, вот этот первый ряд ставят машины покрасивее, подороже. Astra H, вот это на приемке. Fiat Mareo даже не покажу вам. Сугроб уже превратилось. А вот Grandes Punto 2006 года 1,4 бензин 8400. Такой оранжевый салон. Ручку КПП кто-то покусал. Ну, не оранжевый, с оранжевыми вставками. Оранжевого такого цвета. Как это затерянный в снегах. Ну, ценник, мне кажется, еще плюс-минус более-менее адекватный. Богдан, ребята, на базе десятки десятого года 5700 рублей. Такой вот пирожок российско-украинский, насколько я помню. Астрочка, ребята, 1,4 универсал 92-й год 2200. 1,4 бензин. Вот такой вот хундайчик тоже под стать этому оранжевому Fiat-ику салатовый хундайчик. Тай-20, наверное, Тай-20 десятый год 200 тысяч пробег 15 тысяч 15 тысяч 862 рубля. Написано тип двигателя не установлено, но какой тут или какой там у них, наверное, или 1,4 или 1,6 бензин, других вариантов. Я думаю, что нету. Вот вам дешевки. Орион 88-го года 1,3 бензин 388 тысяч рублей. О, какой Lexus, ребята. GS300. Год выпуска не установлен. Ну, это год там плюс-минус, наверное, 93-94. Трехлитровый. 5 тысяч 324 рубля. Вот такой вот полноценный огромный седан. Lexus. Ну да, такое ощущение, что они тут уже, ребята, до весны будут стоять. Корса 96-го года 1,4 бензин 1825 рублей. Черненький хэтчбэк трехдверный. Пыжик 405 тысяча рублей. Да, тут уже такие корчики, ребята, корчики пошли. Nissan Almera 1,4 бензин 2,592 2,592 рубля. Laguna 2-х литровый бензин 3,800 ой, 3,080 а нет, вру, 2,2 дизель. Вот этот Kangoo, Renault Kangoo на приемке. Это что-то Mazda 323 F наверное 1620 рублей. Ну да, в основном конечно такие уже знаете корчики подгулявшие. 605 Peugeot 1120 рублей, но дизель написано. Дизель конечно больше интересует нас. 206 Peugeot 5600 пятидверный хэтчбэк. Еще одна Renault Laguna первого поколения 5400 337 1.8 бензин 97 год универсал. Opel Sintra 2.2 дизель 2700 очень интересный вариант мне кажется за 2700 это по-моему Kia Shuma 1.6 бензин 2002 год это рестайлинг 4644 рубля Mazda 626 4050 рублей бензин бензин двухлитровый 97 год красненькая такая легенда ребята легенда из 90 E38 7 на кожаной автомате ну понятно уже салон такой подгулявший но что-то ценника не вижу ребята возможно на приемке по кузову тоже то что я вижу это только снаружи не в лучшем состоянии ну и машина собственно говоря не молодая уже вот такой вот вариантик для любителей японцев Suzuki Liana 2002 года 1.6 бензин 8 812 на автомате даже кстати очень неплохой городской автомобильчик где-то так для девочки или как вторая машина в семье такая она вроде маленькая на вид но внутри она не такая и маленькая шафран ребята шафран написано на приемке 2.2 дизель турбо да конечно в таких условиях снимать очень сложно ребята рено спс тоже на приемке 2.0 дци вот ребята интересный аппарат это зоки электромобиль E200 18 года выпуска 21 168 рублей он стоит да такой с красными вставками салон аля смарт китайский смарт маленькая прикольная машина зоти как вы знаете завод у нас был сборочное как бы предприятие было где-то под минском по-моему но потом она разорилась вот такие вот ну не только такие но несколько моделей автомобиля они собирали но вот скажем так разорились видимо какие-то остатки распродаются фиат типа ребята фиат типа 91 год 1386 рублей ну двигатель не установлен ну скорее всего бензин бензин такой итальянский гольф-класс ну так еще даже на вид еще может быть B3 Passat ребята 1.9 дизель 2268 рублей да я думаю что чтобы запустить машину тут надо будет поковыряться с ней Zafira на приемке друзья Chrysler Neon 3196 рублей двухлитровый бензин соточка C3 двухлитровый бензин 1825 рублей на приемке Astra C Mercedes 180 4860 рублей седание на литье А-класс дизельный продан ну вот смотрите дизельный А-класс 4462 рубля 99 год ну блин чем вам не машина смотрите на литье 4400 это там грубо говоря 2000 даже меньше 2000 долларов полторы Opel Astra 9700 2005 год 1.4 бензин пятидверный хэтчбэк но тут с повреждением по правой стороне Nissan Premiera 2457 рублей в хэтчбэке походу бензиновая еще одна сотка 1861 рубль но это ребята уже плоскоручка это плоскоручка 89 год двухлитровый бензин сложно конечно это что-то рассмотреть обычной ткань механика еще одна Opel Astra 1.4 бензин 2007 год 13705 ну как бы цена такая тоже пограничная плюс-минус к рынку еще одна HSC 5 98 год 2.5 дизель 10594 ну ребята это уже наверное третья или четвертая А6 то есть кто хочет дизельную А6 2.5 приезжать в конфискат выбор пока есть на литье черном TRD на коже на автомате ну такая немножко конечно подгулявшая по кузову ну это и понятно друзья ну я не думаю что вы купите тут в идеале машину с конфиската то есть как бы тут как бы редко такие машины попадаются если попадаются их сразу разметают но другой вопрос что тут вы реально видите в каком состоянии машина и уже решение сами принимаете 1552 рубля 80 переходка 85 год бензин Citroen Xantia дизельная 1440 рублей ну вот ребята смотрите за 1500 рублей дизельная Xantia да можно конечно получить геморрой за эти деньги ну как бы что такое сейчас полторы тысячи Renault Espice не вижу ценника наверное бензиновая да ценника не вижу возможно на приемке машина да вот так вот все в снегах о какой ребята тоже редкий экземпляр MG MG3 X-Cross китаец 1.5 бензин 13-го года 8620 ну приставка кросс как бы заявляет о том что это все-таки аля там под внедорожник что-то VTi 3 ну такая как бы компактная малолитражка кита йозик немножко там по бамперу вопросы какие-то литье два джипа Sorento 2.5 дизель 2003 год 14 337 на коже на автомате ну конечно водительское сидение в печальном состоянии сейчас закончится батарейка на камере конечно на морозе техника садится быстрее и ребята смотрите Cheroke так ребята переключился на другую камеру Grand Cherokee 2005 года 3.3 ребята бензин 20 952 странно что-то на ткани на автомате но ребята в салончик еще такой даже очень ничего литые диски неплохая резина черный черный вот такой вот цвет ничегошенский еще такой ну по крайней мере то что я вижу а еще с газом вижу газовую горловину так ну что корчики корчики даже тут видите даже на них ценники не почищены 405 пыш ну бира полторы тысячи рублей 99 год 1.6 бензин тузики пасек ребята да еще с какими фарами а-ля алиэкспресс дизельный кстати 1.9 2268 рублей что-то тут со стеклом у него и что-то с задней подвеской походу задняя дверь тоже непонятная цена хорошая конечно но может там и движка нету такое тоже может быть поэтому надо все смотреть видно каким машинам вообще даже люди не подходили которые интересуют машины к ним тропинка протоптана 2000 года Mondeo 2 литра бензин 1944 рубля шафран ценника не вижу не пойду Ford Escort тоже что-то такое непонятное Fiat Maria или Maria или Marea Hyundai Lantra 96 год 1.6 бензин 1500 рублей ну так если какого корча или поджопника в принципе тут выбрать можно это что это Dacia или Renault Logan или Dacia Logan Opel Vectra B на приемке написано Mazda Xedas 6 двухлитровая а нет вру 1.6 1500 1500 рублей что ли ничего себе так Lada это что Vesta Lada Vesta да продана интересно за сколько посмотрим сейчас сколько 19 год это был 1.6 бензин и 14.200 ну ребята ценник ценник вообще как бы небольшой для Vesta 19 года машина а вот наверное самая дешевая 6 C5 2.4 бензин всего-навсего 5451 рубль то есть даже 2000 долларов нету на механике на тканевом салоне седан колпаки но правда зимняя резина даже 2000 долларов нету ребята за C5 ну да тут понятно будут вопросики по машине ну а какой машины в таких годах не будет вопросиков ну это Audi была у меня точно такая же только в Avanti был я очень доволен нравилась мне машина так Citroen Sara Sara или Xara 2.0 дизель 2001 год универсал 5940 рублей тоже вот вам дизельный универсал меньше чем за 2000 долларов тоже рестайлинг почему нет мотор этот стандартный 2.0 HDI Omega ребята Omega А двухлитровый бензин 1828 рублей вот с таким вот капотом редкость уже в последнее время пробираемся сквозь снег Golf 900 рублей дизельный 1.6 85 года трехдверный хэтчбэк ну вот так вот он частично разукомплектован Nissan Sunny написано приемка Twingo ребята Renault Twingo 1555 рублей тоже редкая машина но хорошая Renault Megane 1400 рублей еще один Citroën Xantia бензиновый 1.6 1966 рублей ну там по кузову конечно подгулявшая Honda ребята Honda Civic 92 год 1.3 бензин 3456 рублей трехдверный хэтчбэк легенда из 90-х еще одномерен ребята 2 литра дизель 86 год 1674 рубля странно что за такие деньги он еще стоит ну он такой весь кривой косой бугристый видно что народ его обходил смотрел ну видимо даже за такие деньги он особо не нужен ну посмотрим может салон там хороший тут вообще красили такое ощущение как половой краской какой-то салончик не лучше дальше идем Opel Vectra C 2.2 бензин 6.220 рублей 2004 год ну тоже цена хорошая 2000 долларов за машину ага у нее смотрите по кузову да по кузову там беда бедовая ну при желании сделать все можно конечно но смотря за какие деньги ну и 2.2 мотор этот конечно бензиновый так себе Vectra B дизельная 3T 465 5 рублей в универсале по-моему DEU даже не могу понять сколько она стоит сейчас ладно так и быть посмотрим LANAS вот ребята 780 рублей 2001 год 1.5 1.5 1.5 бензин и вот этот вот Honda Civic в хэтчбеке на приемке есть тут еще коммерческая техника сейчас быстро пробежимся друзья раз уж пришли ага и вот еще ряд автомобилей тоже ну тут сложно сказать может приемка какая-то ценников я не вижу на Мазе тоже ну тут бывает на хранение ставят машины просто как на парковку крона полуприцеп тент 55800 рублей вот вам ребята полуприцеп коммерческая техника за пятнашку так что тут у нас еще вот ряд автомобилей быстренько сейчас посмотрим успеть бы чтобы камера не села Мазда ребята Мазда тройка 19 года 2.5 бензин 25 380 рублей ну вот с такими вот нехорошими повреждениями то есть залом по стеклу тут вот такой вот удар касательный тут видите ушла подвеска колесо зажато тут такой скользящий в отбойник или куда-то машина ушла ну с этой стороны тоже есть повреждения такое ощущение что и на крыше покувыркалось ну бывает будем надеяться что все выжили пайтфайндер ребята нисан пайтфайндер 2.5 дизель 2007 год 13100 ну мне кажется хорошая цена 4500 ну да есть определенные повреждения но это же джип на автомате на кожаном салоне ну там что-то ручка подломана на литье ну ручка АКПП я имею ввиду блин ну это джип джип всем джипом джип неплохой такой аппарат ну из большего целый ну бампер под покраску так что тут Ауди Ауди походу на приемке друзья А4 в универсале ну такая не в лучшем виде Рено Меган тоже сложно сказать что с ним в универсале продается не продается вроде как ценника не вижу полик ребята с каршеринга 1.6 бензин 19-й год 33 156 на автомате на кожаном руле на мульти кстати ну они все в каршеринге на хороших как бы комплектациях были все на автоматах на мультирулях Lexus еще один ES350 и ребята продан 2007 год 16200 он стоил бордовенький там вот белый стоит а это бордовый ну видите кто-то купил тут вот какой-то был удар уже ладно посмотрим по правой стороне ну это даже ударом не назовешь я думаю что даже этот бампер можно будет восстановить а в целом так ничего ну и тут немножко скользящее такое ничего еще Lexus повезло кому-то так что тут с этим Chrysler не вижу Pacifica не вижу ценника ну такая покосанная в меру для любителей американских авто газельки ребята газельки помирают 2300 рублей вот это вот пассажирская 2100 рублей вот это вот 2000 какого года третьего странно что они еще дожили даже до наших лет вот какие драконы стоят друзья шишига изил полный привод 131 стоит 10 тысяч рублей это я так понимаю с кунгом да с кунгом штабная машина и шишига тоже тоже с таким кунгом 5700 ну как бы за шишигу если она на ходу ценник вполне вполне себе достойный дальше идем скания на хранение ребята прицеп тоже ценника не вижу полуприцеп и полуприцеп рефрижератор кроны 2005 год из DR 27 590 тысяч рублей тоже недорого я считаю для коммерческой техники реф за 50 тысяч рублей это условно там 15 тысяч долларов мне кажется не купишь газелька бортовая 6900 мазурик на хранение и века сложно сказать что с ней такой кунг изотерма еще одна бортовая газелька с дубль кабиной 6600 транзит пассажирский 4680 длинный ну такой подгнивший буханочка что-то ценника я не вижу ну что вы тузики бегаете тут охрана транспортер ребята грузовой 1.9 дизель 2007 год 23880 рублей ну вот кстати транспортер еще такой нормальный ну да это не пассажир конечно грузовик ну как коммерческая техника ребята ну походу покупался в дилерском центре volkswagen посмотрите ну да салончик немножко пошарпанный ну как бы это же коммерческая техника она работала ездила магнитолка есть какая-то неплохой вариант за 23000 на мой взгляд еще одна газелька 12500 эх эх балуется тут о ребята какой джак ничего себе это не джак гак гак по-моему HFS 6500 2.3 бензин 10800 блин как его занесло сюда это такой минивэн китайский на механике чем-то на киа напоминает вот ручки вот гляну саморезы эти черные конечно это капец рефайн какой-то да прикольный аппарат сколько там раз два три четыре пять шесть семиместный ну ребята полноценный такой минивэн за 10 тысяч за 3000 долларов даже с учетом что это китаец мне кажется может быть еще так крафтер ребята ценника не вижу извиняюсь блин и каравелла тоже ценника не вижу и века на приемке буханка 3888 рублей тут вот есть такие вот битки битки эти можно купить без аукциона просто вот приезжайте платите деньги и забирайте хотя тут как бы ценник не оранжевый то есть не вот такой вот красный значит все-таки аукцион меган 2000 года 1.6 бензин 1289 рублей ну посмотрите что от него осталось ну движок вроде бы есть так вот после такого серьезного дтп лада лада веста 9000 рублей 20 года 19 года ну тут ребята я даже не знаю тут можно сказать от кузова ничего не осталось она где-то кувыркалась прям вообще капец будем надеяться что люди живые остались так митсубиши каризма и ребята субарик субарик legacy подушки взорванные автомат там внутри сугроб тоже после дтп и ценника к сожалению я не вижу хотя я думаю что машина кого-нибудь заинтересовала потому что как донор вполне еще может быть да удар тут такой был серьезный уже смотрите сколько слоев поклевки глушак в салоне ну будем надеяться тоже что все выжили так ну вот такая вот техника сельхоз техника но что-то ценников я не особо вижу хотя есть попробуем сейчас отсюда посмотреть если зрение меня не подведет вот такой вот мотоблок и прицеп 1200 там не вижу культиватор или мотоблок 1700 телега даже продается друзья телега ну и вот такой вот ценника пока не вижу может на приемке а вот тот вот блин тоже не вижу ну лучше конечно если вы хотите купить приехать и посмотреть посмотреть все своими глазами убедиться пощупать потрогать да здравствуйте мне тоже очень приятно а я обязательно приеду или в минск или там у себя снимаю обязательно подписчиков встречаю вы откуда сами с минска вот видите ребята ничего если в кадр вот видите ребята подписчика встретил из минска тоже что-то приехали посмотреть по старой памяти по старой памяти я понял ну сейчас конечно тут все такое достаточно печально выглядит если взять даже лет 5 назад все было по другому но есть интересные варианты по интересной цене если задаться целью я думаю найти можно а там этот не видели корвет там вот я тоже блин такую машину ее на выставке надо показывать а она тут стоит под открытым небом жалко жалко конечно но ничего не поделаешь да зверь редкий ну там я что-то слышал там какая-то криминальная с ней ситуация там наркотики там контрабанда что-то такое в общем ясно ладно меняются но пока конфискат живет да конфискат живет счастливо до свидания ну вот ребята подписчики встречаются подписчиками мы дружим здороваемся приятно если честно так ну тут что-то вот я не вижу или засыпано все снегом так или это хранение или продажа вот собственно говоря все что тут осталось да конечно спецтехника тоже пользуется популярностью люди спрашивают ну не вижу я ценника возможно просто она стоит ждет своего часа а вот ребята Днепр я так понимаю МТ-10 с коляской все как положено 81 год ну почти почти 400 тысяч пробег ничего себе 864 рубля то есть меньше 300 долларов ребята ну наверное не 380 наверное все-таки а 38 тысяч пробег 380 но это надо умудриться накатать да колясочка такая подгнившая как бы ну чего так если тоже кому-то как донор или как на запчасти если если рама целая не гнилая то да и коляску я думаю что при желании можно восстановить это это так проект что называется проект для восстановления так ну и посмотрим что тут еще на мото Сузука GSXR 750 750 кубовая год выпуска не установлен ну это плюс-минус я думаю конец 90-х или середина 90-х 3,299 3,300 тут 49 тысяч пробег ну видите весь такой обломанный побывал уже где-то он в передрягах каких-то ну и цена соответствующая в Бресте у нас знаете вы большой выбор такой техники там наверное чтобы не соврать штук 10 наверное 10-15 не около 10 короче там ну что друзья наверное я закончу закончу на фоне вот этого вот блин замечательного автомобиля напротив этого Chevrolet Corvette классный конечно аппарат вот такой вот был минский конфискат да конечно условия для съемок не ахти друзья извините если что-то не показал или что-то хорошо не показал ну вы видите сами все завалено снегом никуда от этого не денешься все вот такой вот был обзор спасибо всем большое что смотрите спасибо за подписки с вами был просто Дима всем большой респект счастья любви удачи и как обычно увидимся на моих каналах пока пока друзья пока